Прямо сейчас о происшествиях, которые случились в городе и регионе за минувшие выходные. В Югре следователи завели дело после гибели трех человек в пожаре. Тела супругов и их шестилетнего внука огнеборцы нашли во время тушения частного дома. Все погибшие были в одной комнате. Пламя вспыхнуло рано утром 18 января. Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас выясняются причины трагедии. В Надыме в аварии погибли двое полицейских. ДТП случилось около пяти утра в 18 января на трассе Сургут-Салихарт. Стражи порядка везли в служебном авто конвоируемого. Навстречу спецавто вылетела Мазда. В иномарке тоже находилось трое. После столкновения выяснилось, что погибли все, кто находились в полицейской машине. Водитель и пассажир Мазды оказались в больнице. Следователи завели дело. В Лабытнанге местный житель умер после драки в кафе. Смертельная потасовка произошла в Зодиаке в ночь с 17 на 18 января. В драке оказалось замешано несколько посетителей кафе. Разнимать дебоширов принялись сотрудники полиции. Уже после выяснилось, что один из участников конфликта скончался. В деле разбираются эксперты. Два человека пострадали во время пожара в аварийном доме в Ново-Уренгое. Че послучилось днем в воскресенье 19 января. Когда на место приехали огнеборцы, первый подъезд уже полыхал. В первую очередь из деревяшки вывели всех жильцов. Это 13 человек. Помощь медиков потребовалась одному взрослому. У него вывих ноги. И 12-летнему ребенку. У школьника отравление угарным газом. По данным ведомства, сгоревший дом был признан аварийным 4 года назад. А в 2018-м частично расселен. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала.